Уважаемые телезрители В Испании и Франции их завоевали На Олимпиаду в Лондон И еще 4 места в межкандидатальном отборочном турнире Куда попали Россия, Македония, Литва И Греция И все они будут фаворитами Где бы ни проходил этот отборочный турнир Мы за 2 дня отчитываемся За 2 последних дня Мне кажется, что самое интересное событие Вчерашнего дня здесь Это матч молодых звезд Европейского баскетбола 24 18-летних пацана Со всей Европы Здесь встретились Неделю назад вместе тренировались Незадолго За сутки до начала матча Их разделили на 2 команды И потом они показали все то На что способны сейчас Дайте, пожалуйста, сюжет об этом матче Молодые Команда белых и команда синих В следующую баскетбольную программу в Каунасе Организаторы Европейского баскета Все-таки смогли вписать матч звезд Среди игроков, не достигших 18 лет Они были условно разделены на белых и синих Нас больше интересовали, конечно же, последние В их составе выступали Александр Гудумак Проведший последний сезон за ЦСКА И Сергей Карасев из Люберецкого триумфа Как вы видите, это всегда праздник Увидеться с ребятами со всей Европы Собрать 24 человека лучших игроков Потом организовать такое вообще мероприятие Как бы собрать зрительную игру Провести на такой арене хорошей Это всегда большой праздник Для меня это впервые столько болельщиков Это на самом деле очень круто Это довольно-таки большой опыт получил Когда столько народу смотрит, болеет за тебя Это круто на самом деле Стоит признать, что на фоне своих одногодок Смотрелись россияне очень даже неплохо Александр набрал 10 очков и 6 подборов А на счету Сергея 5 очков Видимо, все свои силы он копил на конкурс Бросков сверху, который выиграл практически без проблем Сказали, до день, до этого, до участия Как бы пришлось в срочном порядке готовиться Что-то смотреть, может, в интернете какие-то ролики Но вроде был чуть более-менее Что касается самого матча Он, как и любой другой матч-звезд Был веселым и задорным В вороне ребята особо не убирались И до поры до времени позволяли себе сыграть на зрителей Которых, кстати, собралось немало Напомним, что дело происходит в Литве Так что ничего удивительного в этом нет И все бы так и продолжалось, если бы не упорная концовка Впрочем, команда россиян Условно назовем ее так, победила Но это, в общем-то, не главное Главное, это то, что нам удалось увидеть и Александра Цветковича Вундеркинда из Сербии И Уильяма МакГеррити из Швеции И Хорвата Дарио Шарича И Ларсона, Ира Досавлевича И Карновски И очень много других звезд молодежного европейского масштаба Которые, без сомнения, уже через несколько лет Будут радовать нас на паркете В составе своих основных национальных сборных Будущее у европейского баскетбола, надо сказать, совсем неплохое Ну, это поскромничал, на самом деле, Дима Тимофеев Отличное будущее Такие ребята классные Судя по тому, как бегают и играют Да Это, кстати, совершенно не протокольное мероприятие И вообще первый раз Не помню, да, чтобы в истории подобное проводилось Так что аплодисменты ФИБО Европы и оргкомитету местному Которые и на это потратились Ребят собрали здесь Замечательная инициатива И хочется смотреть Даже чаще и интереснее, чем за Финальным матчем чемпионата Европы Без участия сборной России Вот, если откровенно Еще есть одно непротокольное мероприятие Да, вчерашнее Это сборная России Весь руководящий состав и так далее Менеджмент, которые постоянно идут на контакт с болельщиками Я уж не знаю, отчет это был Не пошли ребята смотреть игру Сербия-Словения А пошли встречаться со своими болельщиками Давайте и об этом послушаем рассказ Для тех, кто все еще сомневается, что в баскетбол играют в первую очередь для болельщиков Мы решили рассказать о встрече игроков сборной России Со своими поклонниками Она состоялась в одном из уютных паров На Лайсвис-аллее в самом центре Каунуса Такого ажиотажа, даже несмотря на то, что далеко не все смогли вовремя добраться Никто не ожидал Так что посадочных мест хватило не всем Вам огромное спасибо и низкий поток за ту работу, которую вы делаете В первую очередь я бы хотел от всей души поблагодарить всех вас за то, что вы, несмотря ни на что, нашли возможность приехать и поддержать нас Возможно, у нас была не самая многочисленная фанатская трибуна, но то, что вы делали, грело душу и дарило уйму положительных эмоций Вы можете смело гордиться своей командой Эти ребята выложились полностью и сделали все, что могли для своей страны И я уверяю вас, что каждый из них был невероятно гордко представлять Россию на этом турнире Спасибо большое Спасибо В абсолютно непринужденной атмосфере игроки ответили на все вопросы собравшихся А собравшиеся, в свою очередь, смогли отблагодарить своих любимцев За что также без подарков не остались Ну, как вы понимаете, встреча произошла И она, наверное, принесла определенный результат Потому что ребята сегодня на площадку в матче за бронзовые медали выходили, отлично понимая, для кого играют Кому нужна эта победа Кто больше всех будет радоваться этим золотым медалям У нас отличные болельщики, которые добрались сюда Не Дальний Свет, не Антарктида и не Австралия Но приехали, поддержали, болели с выдумкой У нас есть очень интересные болельщики, к которым я отношусь Я ко всем болельщикам, которые приезжают поддерживать свою команду, отношусь с большим удовольствием Уважением Ведут себя правильно Ни в какие истории не попадают Болеют Братят свои деньги И искренне, эмоционально поддерживают наших ребят Мне это очень нравится Я поименно многих теперь знаю Особенно вот за последние два года на чемпионате мира в Турции познакомился И здесь познакомился И они мне аплодируют, а я им То есть они нам с Мишей аплодируют А мы им аплодируем Спасибо вам, ребята-болельщики Спасибо Так, мы рассказываем про два вчерашних матча Вчера Словения-Сербия Сенсационный результат Можно запускать уже этот сюжет Вот, сербы в синим, словенцы в бело-зеленом Зором Драгич на лихом коне Удивительная вещь Сборная Словении Перович много играл Ну и Саванович с крстичем И получилось то, что получилось Сборная Словении ни разу не позволила сербам Будьте вперед в счете Ивкович был очень расстроен Словенцы победили с разницей в четыре очка И сразу после этого поползли слухи о том, что Душин Ивкович подаст в отставку Прямо здесь Ну, насколько я понимаю, моих сербских коллег Я не видел этого отречения, этой отставки Бумагу в руке не держал И не читал Но они говорят, что заявление уже подписано И уход тут и дело решенное На сегодняшний день Я понимаю, что интереснее смотреть баскетбол Чем слушать вот про эти интриги На сегодняшний день Самым реальным претендентом на пост главного тренера сборной Сербии Является Светислав Пешич Мы тоже его хорошо знаем И тренер хороший Причем в разговоре опять же с сербскими коллегами Я пытался задать вопрос о том, что существуют ли еще какие-нибудь гендатуры Прозвучало имя Божидара Малковича Но по определенным, в частности финансовым соображениям Вроде как контракт с ним не будет подписан Да, аппетиты у Бозы в общем всегда были очень солидными Ценит себя человек? Или, как иногда говорят, знает себе цену Знает ли? Это мы посмотрим Хороший был баскетбол момент Вот он Малкович Чтобы вы понимали, о ком идет речь, уважаемые телезрители Вот, взволнованный Он-то тренирует сборную Словении на этом чемпионате Европы И сборная Словении обыграла Да, но не попала в олимпийский турнир Будет ли считаться седьмое место удовлетворительным результатом Для страны, которая следующий чемпионат Европы принимает у себя Не знаю Ну в какой-то степени Интернет существует, мы все узнаем из интернета Это матч престижа Его Словения выигрывает 72-68 Насколько я помню Все результаты И это последнее выступление сборных здесь, в Каунасе Сборных, которые занимают ниже 5-го места В общем, баскетбол содержательный Результат мы вам сказали Как будет оценена работа сборной Словении и Бажидара Малковича Мы узнаем совсем скоро Следующий матч был уже как бы принципиальный Потому что мало того, что встречались Литва и Греция Хозяин чемпионата Европы И одна из сильнейших команд Европы С отличной историей Так еще они определяли Обе команды уже знали, что они в отборочный турнир на Олимпиаду попали Предолимпийский Вот Но какое место, пятое или шестое Наверное, для литовцев Было принципиально Было принципиально Литовцы в белом, греки, в синем Отлично начал матч Евтокас как центровой Кстати говоря, очень неплохо сыграл в этом матче и Янис Брусис То есть дуэль центровых была А вот вторые центровые Волончунос и Куфос сыграли очень нервно, неудачно Не набрали своих очков Возрастно? Молодые, да Вы видите, что Евтокас творит Вот Куфос такого мяча забить не сумел Мне очень понравилось выступление в этом матче Мне казалось, кажется, что решающий вклад в победу Сделали Мантас Калнитис и Мартинес Потсус Они вдвоем за... Ошибся Ошибся Волончунос, повернулся спиной к своему подопечному Как обычно, очень здорово Антони Споцис Но грекам для победы не хватило ни разыгрывающего, ни действия атакующего защитника Нико Зисис матч пропускал Не вышел на площадку совсем Ну и опять же, с учетом тех людей, которые не приехали Это немного другая сборная Сборная Греции Да-да-да Очень смешная шутка Ну, мы уже говорили, что Илья Зурас принял как главный тренер Жальгинец, да? Вот И литовцы говорили Ну, не хватало только, чтобы Илья Зурас, как тренер сборной Греции, обыграл бы сборную Литвы И опять бы начались разговоры, что Жальгинец не патриотическая команда Вот Здесь тоже преимущество литовцев Оно, в общем, бывало Доходило до 10 очков Но в итоге они выиграли 7 Вот И я надеюсь, что Вот оба тренера Был Ким Зура, это Зурас А это самый знаменитый болельщик Литовский Которому стоит очередь из тележурналистов, чтобы получить интервью А наши почему не встали? Где был Тимофеев? Его украли Мы не успели до него дойти Тут же прям 5 минут все решило Похитили Пока добежали с другой стороны арены, да Мы занимали Ну, в общем, литовцы выиграли И в сборной Греции на площадке Провели немало минут те игроки, которые по ходу турнира больше грели баночку Василиадис Оказалось, что у него очень приличный бросок Дальний Быстрый Вот Достаточно много времени И этот четвертый номер, который мне очень не нравится Ксантополус Ксантополус, да Вчерашний И, в общем, понятное дело, что мы отдыхали от телевидения, но не отдыхали от баскетбола Мы все это своим глазами видели А потом наступило воскресенье День сегодняшний Решающий Два матча всего Два матча, я надеюсь, вы первые смотрели Потому что наш финал был за бронзовые медали с Македонией Честно говоря, у нас самые красивые моменты этого матча для вас готовы И интервью наших игроков Вот и давайте вместе посмотрим, что это такое было Как мы на чемпионате Европы провели, как наша сборная России На чемпионате Европы провела свой заключительный победный бронзовый матч Опять же, это вторая встреча с македонцами Напомним об этом Мы обыграли их всего лишь с разницей в два очка Сережа Моня подсобил Это было еще до того Это было раньше Ну а сегодняшняя игра Сегодняшняя игра была, опять же, сложная Сегодняшняя игра была невероятно тяжелой Даже несмотря на то, что мы отрывались Два раза по семь очков Один раз девять Была кровь Убили нас нещадно Прямо скажем И получилась одна очень забавная ситуация Которую лично я в очередной раз не примену прокомментировать Потому что у меня Ну не то, что личные счеты с арбитрами вот такого уровня Но тем не менее Уникальный случай Когда главный арбитр матча Совершенно случайно Хуан Артега Хуан Артега Получает травму В него вошлся Бо Маккалев Которого нам сейчас показывают Случилось это за три минуты до конца первой половины То есть где-то на 16-17 минуте После чего произошла замена Вышел на площадку Португалийс Рокко Роча Роча? Роча, по-моему Я его весь... Вы знаете, я не принесу извинения За то, что я ошибся 41 год Два Евробаскета за спиной Чемпионат мира 2010 года И далее исключительно статистика Делайте выводы сами С плюс 11 Наша сборная уходит в минус Затем достает с трудом В конце концов мы выиграли Нам было тяжело, но мы победили Опять же на характере Но еще был один интересный момент За последнюю четверть Роча, простите, как его Или Рока Да, да, да Не свистнул ни одного фавла Нашим македонцам И при этом убрал Кириленко Получилось Он пять получил Мы не поедем никогда в Португалию отдыхать Пить портрень перестанем В общем, не любим мы этого Роча Тем не менее Он устроил нам валидольную концовку И вы знаете, я с вашего позволения Зачитаю вот буквально Пришедшее сразу же после обсуждения В колуарах выяснение, кто же был этот орбитр Мы долго не могли его узнать Потому что выходил со спины Владимир Александрович, послушайте, пожалуйста Телефон посольства Российской Федерации В Португалии Интернет-адрес Оставайтесь на связи Ваш МТС Ну, у нас МТС Красавец Это в качестве рекламы Ну да, мы были предупреждены О том, что, в общем, видимо В посольство России в Португалии После этой информации Можно не обращаться С визами будут проблемы Ну, нет, шутка На самом деле Мы выиграли матч Выиграли тяжело С учетом перебора Фауов С учетом того, что Все-таки Все-таки Македонцы Это волевая Характерная И очень умная И очень умная команда Опытная Необычайно За счет этого Они играли сегодня За бронзу Плакали все Плакал Бо Макалиб Накрывшись македонским флагом Мы обыграли их Да, они потерпели поражение Мы лучшие их на этом турнире Потому что победили дважды Потому что у нас бронза Это наш итог чемпионата И это радость Это радость Самое главное, что мы В общем-то Ничего плохого Кроме сочувственных слов И в какой-то степени Даже с восхищением Не можем сказать С уважением, даже с восхищением В адрес сборной Но мы сильнее Правильно все Послушайте, что наши ребята Говорили после игры У нас есть несколько интервью Давайте их выдадим Такая трудная Кружная, трудная Поверная У нас трое на сегодня На юг спать Что македонцы будут сыграть Так же Серьезно Да, мы сыграли с ними до этого Команда такая Упертая Они играют А раньше Конечно человек 8-7 человек Поэтому вроде повели И здесь Потом их догнали В конце Северен В конце В конце Так тяжело Ведом Что-то вообще Многие Минцовые Но хорошо В конце В конце Два мяча Подходит Главие Забить Выгодно Поэтому я очень рад, что за медаль был отличный результат. И поэтому он набрал. Но, как говорится, само командовая игра. А сколько сложно против него защищаться? Очень сложно. У него получаются зарядные стопы. У него получается смена направления. И с ним индивидуально не защищаться только командные действия. Но, к сожалению, его цены были пропущены. И он, кстати, и дал ему такой мотор. Импульс. Да, импульс такой игры. Сегодня, по крайней мере, трое пытались его накрыть. И почему-то не получал. Вот именно из-за этого? Я не хочу о нем говорить. Хорошо. А Ильевский сыграл свою игру? Ильевский отыграл в хорошем сезоне в Олимпии. И он ими дирижировал. И не в обиду другим партнерам было сказано, они не звездные. И тем не менее, он выжимает из них, и это видно. И мы это разбирали. И у нас задача была, главное, чтобы он без пенча играл. Где-то справились. Но, как говорится, опять выигрыш, слава богу. Ты сегодня вдвойне пострадал в этом матче. Что тут случилось? Боролись за отскок на нашем щите. Бумакали прыгал за мячом. Не знаю, специально нет. Мне угодил в бровь. Небольшое рассечение. Но это мелочь. Надо и с болячками, и с травмами. В последней игре турнира. Тем более, игра была настолько важна, что мы боролись за медали. Слава богу, выиграли. Мы их завоевали. И просто на такие мелочи мы не должны обращать внимание. А почему такая вязкая игла получилась? Ну, в Македонце сильная команда. Они просто уже по конец турнира уже никого не удивляли, как в начале. То есть, каждая их победа была удивлением для всех. На самом деле, они обладают невероятным потенциалом. У них первый номер, мне кажется, будет лучшим на этом турнире разыгрывающим. Он забивает по сегодняшней игре 22 очка. У него 21 очка в среднем. Ребята ему помогают очень здорово в нападении. Они с хорошим процентом забивают трех очков. И мы знали этого соперника. Мы знали, что так будет. Мы уже видели, как так было. Только финальный бросок нашего капитана смог решить перевалить победу в нашу сторону. А сегодня мы понимали, что они будут биться до последнего, потому что им терять нечего. Даже поражение и занятие четвертого места. Мне кажется, для них это хороший результат. Но мы, слава богу, завернули медали. И просто хочется сказать всем болельщикам, всем тем ребятам, кто за нас болел, смотрел нас в экранах телевизора, переживал за нас, отправлял нашим ребятам смс-очки там какие-то, кто где-то, кто в социальных сетях, кто просто подходил ребятам, говорил спасибо. Насколько там подбагал перед игрой, перед готовностью, нужны медали. А даже после поражения от сборной Франции, просто всем ребятам, тем, кто за нас болел, хочется сказать огромное спасибо, ребятам, из ваших поддержки, этих медалей мы, наверное, будем забывали. И счастливы? Конечно. Ну вот, и мы счастливы. Счастье в цифрах 72-68. Счастье в турнирном раскладе и какая-то логика. То, что все победители своих подгрупп, Испания, Франция, Македония, Россия, играли и распределяли места с первого по четвертый. Очень справедливо. И таким образом мы взяли бронзу, македонцы стали четвертыми в этом квартете. Ну а финал, ну, наверное, тоже с нашей точки зрения, может быть, и не очень справедлив, но тем не менее состав Франции, Испании, от него никуда не деться, это лучшие команды турнира по показателям, по игре, безусловно. Они имели право играть в финале и они сыграли. Мы сейчас с вами попрощаемся. Мы на самом деле получили удовольствие. Мы надеемся, что вы получили удовольствие. Мы царались для вас во всех городах литовских, в которых проходили игры чемпионата Европы. И мы надеемся узнать ваше мнение о нас. Оно нас очень интересует. А пока мы собираемся, мы так соскучились по дому, нам хочется в Москву, и мы наконец-то завтра туда выезжаем. Мы желаем вам всего самого доброго. Любите баскетбол. Это лучший вид спорта. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok